Это не лобовое. Лобовое, когда встали, и кто кого уронит. В нашем весе все отморозки, я так скажу. Хочу поздравить с победой Азамата Кирефова. Азамат, поздравляю тебя в прошлый раз, когда мы с тобой брали интервью. Ты говорил, что для тебя будет самый принципиальный и интересный бой с Гогой Шматавой. Сегодня он случился. Расскажи о том, о чем сейчас чувствуешь, и что у тебя в голове происходит. Ну, если честно, когда мне предложили бой с Гогой, я обрадовался сразу. Принял с удовольствием. У меня, как сказать, я даже не настраивался на этот бой. Он у меня уже давно был в голове. Я был к нему готов хоть в 2 часа ночи встать и подраться. Не было. Ну, даже настраиваться не нужно было. Потому что я долго хотел с ним подраться. Давно. Но насчет боя, что я могу сказать. Я уверен, что я выиграл, потому что за весь бой он сделал один момент. В первом раунде у него был там серию у сетки он мне попал. И 2-3 перевода. Все. Больше он ничего не показал в этом бою. Весь бой я шел на него. Пытался в стойке перебить. И перебил его. Сделал тоже несколько переводов. Хотя он говорил, что он начнет меня в стойке перебивать. И я полезу в борьбу. Получилось совсем наоборот. Я был уверен в своей стойке. И лобовое, да, не получилось тоже. Он постоянно двигался. И пытался, спрашивал секундантов, сколько времени. Пытался пройти в ноги. Хотя хотел с ним прям вот зарубиться, зарубиться. Но он не шел в обмен. Ну, я считаю, что результат правильный. Я был уверен в конце боя, что я выиграл. Знал, что раздельным, скорее всего. Но я был уверен, что я выиграл. По реакции Гоги было видно, что он тоже был уверен, что он выиграл. И плюс еще дали сплит десижн. И я уверен, что Гога... Мы сейчас видели, как он зашел. Он очень злой. Я знаю. Он расстроился. Все. Я не умоляю его за слугу. Он молодец. Он хорошо подготовился. Дал мне хороший бой. Я к чему? Я его уважаю, да. Пусть не обижается, но на самом деле он проиграл этот бой. Я в этом уверен. Ну, я знаю, о чем говорю. Потому что я сам как бы работаю с судей на многих турнирах. И я знаю, что выиграл я. Он был очень злой. И я уверен, что он точно скажет, что нужен реванш. Я хочу второй бой с Кирефовым. Тебе будет это интересно? Сейчас нет. Сейчас, так же, как он и говорил в начале, Кирефов не топ-5. Мне неинтересно с ним драться. Я хочу драться только с топами. Могу сказать то же самое. Достойно. Кто тогда для тебя сейчас в твоем прицеле, в твою новую цель, в новый шаг? О, сейчас у нас очень много хороших парней в весе. Я бы хотел драться с лучшими. Что я могу сказать? Нам нужно имя. Интересные имена. Ну, сейчас все соперники хорошие и занятые. Как бы... Дело в том, что хочется подраться с кем-то, у кого уже есть имя серьезное. И, ну, посмотреть, на что я способен. Хочется расти тоже, как спортсмену. Только из-за этого. А так никого не хочу обидеть. Все спортсмены у нас в лиге в нашем весе. Все отморозки, я так скажу. Так что ничего не могу сказать. Я возьму это в заголовок. Так и есть. У нас вот сегодня, посмотрите, какие бои были в 57, даже в дневном карте. В бразильце какие-то отмороженные. Там наши с Россией тоже пацаны не слабее. Очень красивые бои показывали. Поэтому сейчас у нас именно в нашем весе конкуренция сумасшедшая. Я все-таки спрошу про одно имя. Про имя, с кем дрался Гога в свой предпоследний бой. Албасханов. Интересно будет? О, Расул очень хороший боец. Да, я его уважаю. И как бойца, и как человека. Он мне очень нравится. Мы с ним знакомы. Тоже давно. Уже лет 7 как знакомы с ним. Как-то мы давно еще на Кубке России с ним дрались, встречались. Кто тогда победил? Ну, это не имеет значения. Сейчас уже кто выиграл. Все все знают. Если будет интересно, посмотрите сами. А так, я его уважаю. Ну, я могу с ним подраться без проблем. Но кого предложит лига? У него есть соперник сейчас, Зину Лобидов. И он к нему готовится. И ему сейчас только об этом нужно думать. А не обо мне, а не о другом сопернике. А дальше посмотрим. Азамат, поздравил тебя с победой. Это было круто. Очень крутой бой. Очень такой динамичный на встречных курсах. Я считаю, что всем понравилось. Пытаюсь показывать зрелищные бои. Надеюсь, что у меня получается. Ты сказал, что не было Лобового. А мне показалось наоборот. Типа, ну, прям на встречных курсах. Круто получилось. Ну, как на встречу. Получалось постоянно. Он бьет джеб, убегает, вытягивает. Я за ним гоняюсь. И это не Лобовое. Лобовое, когда вы встали, кто кого уронит. В любом случае, поздравляем еще раз тебя с победой. Подписывайтесь, друзья, на Азамата Кирефова в Инстаграме. Его Инстаграм появится внизу. У тебя же есть он. Да, да. Вот сейчас отметил. Подписывайтесь на Инстаграм Вестника ММА. Мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.